Владимир Путин сегодня отправился в Таджикистан на саммит ОДКБ. По дороге в Душамбе президент сделал остановку в Ингушетии. С местным руководством провел совещание по вопросам укрепления экономики и социальной сферы. Как отметил глава государства, в республике неплохие показатели. В разных трасслях развивается аграрный сектор, промышленность, растет оборот розничной торговли. Но вместе с этим регион остается дотационным. Наблюдается высокий уровень безработицы, который в разы превышает средний по стране. Владимир Путин, предприятий легкий, пищеварный сектор. Для их устойчивой промышленности, переработка. Для их устойчивой работы и развития, для увеличения объемов и номенклатуры выпускаемой продукции, нужно, безусловно, активнее искать дополнительные инвестиции. Еще одна проблема, которую предстоит решать в ближайшее время, укрепление системы здравоохранения. В республике острый дефицит врачей имеет персонала и самая высокая по стране детская смертность. К 2016 году у нас ранее должен быть построен современный перинатальный центр. Министр связи Маукольм Тернбул сменит Тони Эббота на посту премьер-министра Австралии. Об этом стало известно сегодня по итогам голосования членов, правящих в стране либеральной партии. Они выбрали своего нового лидера. 54 голоса было отдано за Тернбула, а за Эббота лишь 44. Таким образом, Тернбул в самое ближайшее время будет приведен к присяге в качестве главы правительства. Уже на этой неделе он представит новый кабинет министров. Но сегодня утром Тернбул обвинил Эббота в неспособности провести экономическую политику, которая нужна государству. Премьер-министр оказался не способен обеспечить экономическую уверенность необходимую бизнесу. Сейчас мы живем в очень неспокойное время. Нестабильность в австралийской и мировой экономике бросает нам вызов и требует новых решений. Поэтому стране необходим другой тип руководителя. Эксперты полагают, Эббот лишился своего поста вовсе не из-за внутренней, а из-за внешней политики, которую он вел в последнее время. Например, год назад на саммите 20-ки он пообещал применить против российского президента некий силовой прием. Владимир Путин тогда никак не отреагировал на эти высказывания, а вот Эббот выставил себя на посмешище. Британские СМИ, а их не заподозришь в излишней симпатии к нашей стране, прошлись по австралийцу, что называется, по полной. Журналисты даже опубликовали перечень спортивных достижений обоих лидеров, и сравнение было не в пользу Эббота. Сборная России по художественной гимнастике доказала статус сильнейшей на чемпионате мира. Он завершился накануне в немецком Штутгарте. Наши спортсменки с большим отрывом лидировали в медальном зачете. Причем одной из гимнасток на соревнованиях пришлось бороться не только с соперницами, но и с болью. Яна Кудрявцева показала лучший результат, несмотря на полученную травму. Александр Мастославский о золотой сборной. Восемь золотых медалей из девяти возможных, а еще шесть серебряных наград завоевали наши гимнастки на чемпионате мира по художественной гимнастике в Германии. Успех на мировом первенстве в Штутгарте это еще и пропуск на Олимпиаду 2016 года в Рио-де-Жанейро. Гимнастки, занявшие с первого по пятнадцатое место в индивидуальном многоборье и группы первой десятки автоматически получают право выступать на Олимпиаде. Неземная Кудрявцева и обворожительная Мамун. Именно так теперь называют наших спортсменок в европейской прессе. Яна Кудрявцева отныне 13-кратная чемпионка мира. Только за эти соревнования золотых медалей у нее стало на пять больше. И это несмотря на то, что каждое движение на гимнастическом ковре давалось ей через боль. У меня была травма в Казани на Кубке мира. Мне было очень тяжело, как и морально, так и физически. Когда я выступала, я уже в конце прогона думала, как бы до конца дотянуть, чтобы ногами подвела и не подвести всю команду. Было тяжело, но я считаю, что справились неплохо. Объятие поздравления чемпионки мира от олимпийской чемпионки Алина Кабаева специально прилетела в Штутберг поддержать наших. Но появление прославленной спортсменки на стадионе стало настоящим подарком для всех. Зал встречал Кабаеву стоя, а местные спортивные чиновники благодарили ее за Кубок Чемпионата мира по художественной гимнастике, которые она провела на этом стадионе в прошлом году. Спасибо вам за соревнования, которые вы организовали здесь в прошлом году. Большое вам спасибо. Мы это никогда не забудем. Я мечтаю сделать художественную гимнастику в Германии такой же популярной, как и в России. Успех российских спортсменок закономерен, говорит Алина Кабаева. Тут и традиции заложены еще в советские годы, и уникальный тренер Ирина Винер, и государственная поддержка российского спорта. А вот уровень зарубежной художественной гимнастики Кабаеву расстроил. Если честно, чуть-чуть расстроилась, потому что художественная гимнастика как-то становилась на месте, не идет вперед, знаете, по элементам, по рискам. Ну, то есть любители и профессионалы меня, конечно же, поймут, потому что правила стали намного легче. Если бы мы раньше делали 29 элементов, то сейчас они делают только 9. Маргарита Мамун на этом чемпионате завоевала два золота и два серебра, но в спортивную историю она войдет еще и своим исполнением гимна. Во время награждения организаторы перепутали гимн России, дважды включив старую запись на музыку Михаила Глинки. Мамун не растерялась и стала петь акапелла. Ирина Винер не удивлена, говорит, все ее воспитанницы отлично знают слова родного гимна. Они сами мечтают встать на пьедестал и спеть гимн. Это их мечта. Поэтому они тренируются так упорно и отдают всю себя на то, чтобы встать на пьедестал и спеть гимн. Нынешний триумф российского спорта обошелся без санкций и провокаций. Успехом наших спортсменок искренне радовались все зрители штутгарского стадиона. Красота и профессионализм обезоружили. Есть две универсальные вещи, которые объединяют всегда и везде людей. Это спорт и искусство. И, конечно, у спорта и искусства нет границ. Ни государственных, ни языковых барьеров, ни этнических, ни религиозных различий. И когда, конечно, политики спорят между собой, всем всегда навстречу, на помощь идет спорт и искусство. И, конечно же, спорт и искусство должны быть вне политики. А те люди, которые этого не понимают, это просто опасные люди. Мы в сегодняшнее время должны решать вопросы цивилизованным способом. Тогда у нас все получится. Александр Мостославский, Игнат Бугаев, РЕН-ТВ, специально для Пятого канала. В Крыму стартовал автопробег олимпийских чемпионов. Начался он с города Героя Керчь. Там знаменитые спортсмены посетили морской технический лицей. Для гостей школьники подготовили яркую спортивную программу, утреннюю зарядку и концертные номера. В свою очередь, олимпийцы провели для детей мастер-классы. Далее чемпионы отправятся в другие города полуострова. Они посетят Феодосию, Ялту, Симферополь, побывают и в международной...